Водгсн То ли камуфляжи, я не знаю каким образом Это будет реализовано, думаю что все таки Обвесами, дальше переходим потихоньку К новому году, корявая мила И очень постаревший плохо прорисованный Арни Рекламируют то Что под них сделали А именно легендарные Камуфляжи для танчиков, честно говоря Не тот не другой, мне вот Не понравился абсолютно, давайте еще раз Посмотрим, с одной стороны Мы сейчас увидим танчик на котором Разрисованы портретами Башня и Корпус танка 60 ТПшки, но честно говоря 60 ТП да окей красивый Но Арни на борту как-то пошло Смотрится, ну а мила На борту Эмильчика Тоже как-то не сильно весело То ли это Эмиль второй, то ли это кранваген Не знаю, я думаю что все таки Тогда кран наверное раз в две десятки должно быть Ну короче говоря вот такие вот Интересные камуфляжи, я к камуфляжам Спокоен, ну а может быть кому-то Зайдет, ну честно говоря такой пафос Непонятно зачем, ну и в чем смысл Участия двух этих товарищей В роликах варгейминга Я честно говоря тоже не понял, ну прям прямое Их отношение к данному Событию, меня Арни очень сильно Люблю, особенно его терминатора, но Явно не в варгейминге ему место Особенно с учетом того, как на промо ролике Он бедняга пытался там валить Снеговиков и сам еле стоя На ногах, свои уже 60 с копейками Короче говоря Вот как Арни нарисовали, так нарисовали Мило получилось еще хоть как-то И то немного у нее по-моему сколиоз Ладно, возвращаемся к теме разговора Что мы видим, первая цепочка У нас есть Бустерочки Бустерочки простые Бустерочек не очень сильно простой Но все-таки На 10 Бустеров голды вы станете богаче Если их откроете Х3 опыта, я так понимаю Что на все машины Вот эти два камуфляжа Сейчас должны выскочить Второй с Милкой И что касается двух вот этих вот предметов Я так понимаю, что Амбрелла с отсылкой на Обитель зла и Железной Арни В виде Мистер Олимпик Да, если я не ошибаюсь Мистер Олимпия Короче говоря, вот эти два предмета Скорее всего можно будет поменять на свободку У меня точной информации нет Мое предположение, как правило Их на свободку и меняют И в конце есть фон профиля С Арни С вот этими снеговиками С огромной конфетой Которой он их валит Ну вот Вот в таком вот стиле Хотя, честно говоря Из ценного Ну реально, ребят Из ценного Здесь есть 10 бустеров на золото Есть два Коллекционных предметика Которые можно будет обменять Скорее всего На Свободочку, да За все остальное Я бы, честно говоря Не особо потел Ровно как Что за камуфляжи Что за фон профиля Ну, фон профиля мне как-то вот вообще До лампочки Это то, что касается Первой цепочки Которую здесь показываем Теперь переходим Ко второй цепочке В которой старт начинается Тоже, ребят С бустеров Вернусь на секунду назад Вот бустеры Свободного опыта Дальше идут бустеры Дальше идут бустеры Перезарядки Снаряжения Камуфляж Если я не ошибаюсь 160 тысяч серебром Дальше бустеры Опять на опыт Свободный 20, по-моему Или 10 бустеров На голду Дальше идут у нас Бустеры на опыт Ну, короче говоря Бустеры Камуфляжи Бустеры Камуфляжи Бустеры Камуфляжи Бустеры на 25 золота И вот, ребят В конце Мы с вами видим Что можно будет Получить машинку Type 62 Вторая премиумная машина Я, честно говоря Не знаю Он будет вместе С камуфляжом Который называет Его дальше в игре Дракон Или не будет Но факт Остается фактом Машинка есть Type 62 И Снежный шар Про снежные шары, ребят Мы знаем Уже не первый год Они кочуют С ивента в ивент Я с них ничего Никогда не выбивал Поэтому даже не знаю Буду ли я в этом году Потеть Напомню В прошлом году Для того, чтобы Пройти цепочку И получить машинку Которая стояла В конце Необходимо было Сделать за время Ивента А это было Три недели То есть 21 день Выдавалось Если я правильно помню На выполнение Вот этих вот всех Ну, прохождение Всей этой цепочки И для того, чтобы Танчик получить Нужно было сделать Ребят Ни много Ни мало 280 Или 300 побед Короче говоря Даже если мы посчитаем 300 побед Доразделим на 21 день То вы поймете Что вам надо в день Делать по 14-15 побед Согласитесь Не так уж И мало Что же касается Снежного шара То там необходимо Было попотеть В 2 раза больше По-моему Что-то в районе 600 побед Надо было За время Ивента Сделать Ну и получается Что По большому счету Потеть Здесь Я бы сказал Особо не за что За бустеры Ну навряд ли Камуфляжи Ну такое себе Получается Только бустеры На золото И только Прям Самые Самые Отчаянные Которые Захотят Не встречать Новый год А в новогоднюю ночь Сидеть И играть В танки Смогут Скорее всего Получить себе Тайпа 62 Если условия В этом году На ивенте Будут те же Самые Что и В прошлом Что же касается Снежного шара Довольно Прикольные Машинки Есть Я лично Очень сильно Рад тому Что положили Объекта 268 Дрэп 4 Обалденная ПТшка Моя мечта Концепт 1Б Тоже Довольно Классная Хорошая Машинка КАРО 45Т Положили Новая Машинка Средняя Коллекционка Десятого Уровня Положили ВК 1901П Клинок Ну как я понимаю Здесь не клинок Просто сама ВК Но поверьте Что клинок Что сама ВК Уже очень Очень приятно В целом Ребят Вот здесь Вот действительно Собраны Прикольные Машинки Я наконец-то Увидел Хотя бы На картинке Я не искал Что есть 10 уровня Новый премчик С ТРВ К Как я понимаю Должен будет Неплохо играться Но к сожалению Ну или к счастью Я эту машинку Не видел ни разу В боях Это к сожалению Ну а к счастью Я не рыскаю По каналам Других Именитых Ютуберов Для того чтобы Полученную ими Информацию Выдавать за свою Я в этом отношении Парень честный И кстати ребят Если вы за честные обзоры Вот здесь внизу Желтый шильдик Подписывайтесь на канал Буду вам безумно Благодарен Отблагодарю Честными видосами Короче говоря Ребят Показывают машинки С вот с обвесами С прикольными Показывают то Что можно будет Получить из снежного шара Вот этот вот Обвес Непонятно зачем Придуманный Без носа Товарищ У которого он потом Отрастает И ребят Вот такая вот Маленькая короткая информация Спойлерок По поводу Новогоднего аукциона То есть он будет Однозначно Будет Нам показывают Две машинки Показывают нам Француза И показывают нам Чифтейна Я бы сказал Что И та и другая Машинка Интересная Что касается Чифтейна Вот пожалуйста Сравнение Чифтейна С Супер Конкуайром Это максимально Близкий Собрат его Но в общем Смотрите Чифтейн Машинка Довольно таки Прикольная Показывают нам Что перерисовали Качество Танчиков Некоторых Я думаю Что это будет Позитивно Мне по крайней мере Приятно играть Когда машинка Действительно Хорошо Красиво Прорисованная Добавляет реализма Вот этот вот момент Я вообще не понял Скорее всего Это будет Какой-то Аля Дополнительный Какой-то режим Ну и потом Показывают нам В конце По поводу того Что все-таки Каминг-сун Новый год Готовьтесь Ребята World of Tanks Blitz Все-таки Сделает вам Приятно И сделает вам Хорошие Приятные дни Перед Новым годом В том числе И частично После него Короче говоря Ребят Все готовимся К Новому году Начинаем потихоньку Солидолом Смазывать лыжи Ждем снега Ну и Вперед в бои Бороться за Тайпа 62 Кому он нужен Ну либо просто Весело и качественно Проводить свое Свободное время Особенно Ребятки Если вы Где-нибудь На каких-нибудь Каникулах Или в отпуске На данный момент Ребят У меня Все Всех благ Всего хорошего Мира Ну и Обязательно Спокойствия Пока-пока